ехали смотреть дальше за квалификациями и сиделись против брата вы именно так называется коллектив пикают очень быстро on dying и кринг сразу же за это для братвы если тебе спорт забрали пока только энчанк раз она не в бане из нее можно попробовать играть посмотри это нам даст сразу же открывают тоже кэри это пл пики баны очень быстрые шейкера и крапса забанили забанили точно также и лицо феникса забанили до рейнджер забанили и на забанили вивером то быстро очень быстро происходит сразу же энчанк раз фантом лансер и он даем клинкс неплохо шейкер в бане моментально взлетает пл пик и это конечно здорово так ну и что следующим банам у нас идет тенику же мы посмотрим что у нас сила света ниже братва будут делать это очень интересно получается что далее по сетке если посмотреть мы выходим практически на не мигу либо же винстрайк по-моему кто-то из них победителя на это уже будет в четверть финалах это уже будет в четверть финалах если я все правильно подсчитал четверть финала у нас ребята завтра в формате best of 3 то есть там уже не совсем рулетка там уже пожестче придется отыгрывать мы посмотрим что из этого получится вингу банят только что братва и непонятно вообще зачем банить эту вингу но они забанили решили что она может помещаю помешать все дебе sports и кстати тут винга могла бы зайти но бы нет то есть под сейвы какие-то дополнительные принципе банка очень неплохой ждем пятого банного ты все дебе sports потом еще один бангу это будет от братвы и там уже посмотрим к чему это все у нас приведет при столбека забанили все дебе sports ну кстати неплохо ли столбек тот герой который мог бы залететь вместе с он дайангом неплохо смотрится и против пэйла при столбек очень даже неплохо смотрится что за счет своего это лаксить спрея на если аганим собирать а он можете в теории появится то есть раскидывать на всех на час гул конечно противно было бы но что думаем monkey king в бан отправляется от братвы и моментально не думая пик сразу же брудмазер так то есть клинг скорее блюд брудмазер скорее всего мид и боже нет наверно клинг все таки пойдет мид брудмазер может его флейн сходить и вот сейчас все дебе sports надо призадуматься потому что это брудмазер может стать проблемой но и пока очень агрессивные пики ребята проводят то есть вообще братва не думаем там какая-то заготовка есть и пока ее не переплюнули ну вот чем сейчас против этой братвы играть точнее против брудмазер непонятно и верно появляется хорошо пятерка для джифо появилась интересно то есть еще можно подумать на самом деле чем это буду контрить потому что очень неприятный герой мне нужно просто со старта начинать выгонять это тяжело нужна какая-то супер сильная линия против нее не знаю даже как как бороться против нее обычно бруда 90 процентах ну ладно не 90 процентах 70 случаев выигрывает по крайней мере на сами про уровне на про уровне то есть очень сильный такой герой дарки его появляются еще для братвы но вот прям совсем грязь клингс брудмазер дарк вилл андайн прям все набрали непонятно как это все вместе синергирует хотя почему непонятно андайн с дарки его неплохо синергирует вместе брудмазер под дарки его тоже неплохо клингсом сова бегает нарезает его химик появляется в себе без sports кстати вот это может быть здорово если алхимик пойдет в мид и там окажется бурдмазер вероятно достаточно сильная то на самом-то деле алхимик по идее должен эту бурдмазер выгонять за счет такси спрея эти паучки они долго не живут химика щас монетка их фармит поэтому наверное алхимику полегче в каком-то случае что осталось по последнему бану ребят еще посмотреть и там уже будем решать то к чему ну кстати кого не хватает тройка есть кэри есть пятерка есть алхимик есть нет четверки может смотреться неплохо тускар но наверное тут сейвится особо нечего поэтому тускар такой себе вариант там бул он бьет слабенько контроля на брудмазера большого у него нет а можно еще взять вот я помню раньше пикали гирокоптера четверку например ну тоже вариант не очень тут санчат раз он много чего не сделает нужна такая активная хорошая четверочка у нас еще остался а кстати почему бы не поставить на четверку энчан трасс например и не добрать себе какого-нибудь бестмастера который неплохо контролит причем аура которая дается всей команде чтобы развивать и тамбу и принципе все разбивать почему бы и нет без мастер может быть смотрится очень даже неплохо на самом деле мы посмотрим пока забанили только что в сидебе из порции а вам кого хотим какую-то четверку вероятнее всего либо же тройку одной из двух вот мне почему-то нравится без мастера здесь не знаю в принципе с паучками справляется неплохо и аура хорошая и сам тебе крипа дает и пушит хорошо и в связке с энчан трасс хорошо смотрится и алхимиком аура и пау аура там даже та же самая виверна начинает бить неприятно то есть он счет артик берна с усилением прости атаки единственное что он конечно не метовый такой его не часто берут но тем не менее может появиться но это баратрум это еще веселее это баратрум это несущаяся корова 17 процентов и вот этого точно никто не ожидал тем не менее этот герой может заходить очень даже неплохо конечно тут нету на час пропит а за которым он бы бегал но я думаю тут и так будет за кем бегать и за кинзо можно бегать не давать ему дэмэджа наносить и брудмазер контроли таким образом то есть постоянно эти ваши баратрум смотрится тоже очень даже неплохо ну и что последний пятый пик для братвы для сил света ждем ребята придумают минуты 30 у них есть кого не хватает кэри и есть по сути либо мидер есть но буду буду мазер наверно клинк все-таки пойдет с анда ингом брудмазер не но хотя в мид понимает что против алхимика ставить брудмазер не хочется поэтому возможно брудмазер пойдет либо на легкую либо на сложную линию клинк скорее все отправится в мид чтобы спокойно разбираться с алхимиком это наверное будет выигрышный матч-ап я не имею до что там пикачу прям салат проиграет я имею до что все-таки преимущество будет за клинзом наверно против алхимика некоторое если просто брать двух героев с изнаковыми знаковыми игроками например но dark will с брудмазер в оффлейне не знаю он доник с брудмазера в легкой тоже не очень смотрится то есть ну тут тут так линии поставить что это dark will и придется получать там второй третий уровень буквально в оффлейне с той же брудмазер и отправляться моментально угромить по карте помогать вместе с андаймом делать какие-то минусы иначе иначе это брудмазер ничего не вынесет просто и пг вынесли да и пг уже проиграли мы прошли дальше это братва какой-то микс вот тип такого in tower появляется для братвы и понятно кентавр плюс виллу клинкс плюс он дайн к и все-таки брудмазер пойдет в мид против алхимика ну вот тут не знаю даже на самом деле что будет что-то да будет однозначно да посмотрим посмотрим я надеюсь что все будет весело все будет интересным хотя на состав к сразу худ подключу немножечко дата должна пролагать все хорошо не пугаемся это стандартно это нормально это я просто свернул игру все я просто вот включил сразу чтоб все было видно ну и сейчас ребята начнут и мы продолжим за них за ними смотреть по идее начало было очень достаточно тяжелым и в себе спорт сейчас самое главное не расслабиться то есть не не расслабиться на другом противнике потому что любой микс тоже может выиграть сейчас и это опять же может стать фатальной какой-то ошибкой вот эти вот какие-то там 5-10 минут расслабления закончится очень плохо получается что получается все тебе и спортс обыграли вегу обыграли элемент спорта гейминг и вот сейчас с братвой еще играем это уже одна шестнадцатая я уже запутался в этой сетке 1 16 до 1 16 по моему в следующий день переходят с с одной четвертой поэтому чтобы попасть следующий день надо выиграть две игры следующем этапе там будет команда фаника скорее всего через этап там и на страйке или не мига но это уже в одной счет я говорил чтобы не мига скорее всего либо не стать в одной так же у нас не мига в четверть финале но в четверть финале мы встречаемся если проходим еще две игры да все правильно то есть сейчас 16 потом 1 8 с фаником и 1 4 нам ждем начала игры уже такая пауза как обычно стандартная этих знакомых ников я здесь не увидел вероятнее какой-то просто микс хайл мэр микс форма сетки повезло побольше ну сейчас посмотрим что кого не прошли давай по сетке я сворачиваться просто не хочу я про я просто прокомментирую открою так братва муль вольф какой-то микс украинские еще какой-то микс ну да миксом то есть но понятное дело то есть посмотрим самое главное не расслабиться их плюс если из бреста можно из бреста даже ребята играют не из бреста сейчас но все равно ставь плюс да но все равно ставь плюс в любой непонятной ситуации ставь плюс а там разберемся доставь плюс и и жми фоу а на главное ждем 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 пауза мне уже интересно чем все как как все это будет происходить потому что вот пруда если что меня остораживает а бруда ну на самом деле непонятно если уставят мид против алхимика то это под монеткой кучу денег продать спреем наверное сложно и будет стоять там такая цена была не взяли бруду а потом закрыли вас пиком кентавра то есть кентавра флейн бруда либо в легкую либо на мид скорее всего в легкую бруда не пойдет то есть она идет в мид а там алхимик и странный пик болотку ну бруда такой герой на может заходить за вышки накидывать сетки на хэгэ там и фармить алхимика там не по заходим что накидываешь и не так приятно стоять даже с паучками я имею ввиду ты между т1 и т2 можешь стоять и фармить вот этих крипов на тройке которые справа возле шрайна нашего и никто тебе особо не помешает но но алхимика будет реформ у нее припару но алхимика что разгоняются посильнее но там и визит для прореза еще залетает тебя если у ребят бут кем конечно есть уже сколько же недели полторы наверно бут кемпе до с 6 числа не на бут кемпе я тоже больше двух недель а уже даже больше двух недель ребят тренируется на бут кемпе результаты есть пока квалификациях на мажор веге не видеть им спирит проиграли на 1 тим спирит на 2 ферзи но и 2-2 команды прошли не ферзи прошли на мажора чем спирит заняли третье место закручается в п и ферзи да я просто уже запутался там те и со всеми теми регионами все правильно смотрим джейфо начинает развивать разминать дарк виллу подходит рунки на поджимать легко на самом деле нефрит утроем пришли забирать руну смотри-ка и внизу заберем очень важно три руны должны или нет почему нет заберем раз-два-две пока руны баратором разгон можно еще и фраг по виллу сделал виллу не у хороших разнулась и рунка еще одна достается то есть на утрирую не попрошу при руны плюс из блат просто отличное начало начало естественно здоровская это это все мелочи пока вот бруда пришла сейчас поставить сеточку пока она конечно будет алхимика гонять алхимик с монеткой и он ничего здесь делать не сможет иногда только алхимика появится второй уровень тут уже начнутся проблемы у бруды и реген не помогает противоксид спрея что такое нагло это пришло он дарин пришел еще помочь и давай давай помогу тебе дам прямо побежал с бота лишь вмешать алхимика формить ну такой себе вариант вода без левого это плохо то есть но без фарма еще ладно она может в лес формида без левого это очень слабо но тут видишь главное не давать алхимику фарм потому что все это но там развязываются руки на боте как раз таки сейчас скорее всего клинза будут забирать у него стрела на первом уровне и просто корова видит джифа делает все что надо ну коровы и нецелеский брейки но чтобы не обидеть я уже сказал мало ли не будем развивать тему шуток про коров так внизу нефрит один пока отпуливает виверну линию не при то тут но его по сути забираете практически нечем но него тяжело здесь забрать потому что дупельгангер есть стан если промахивается кентавр там его одна не справляется да главное чтобы ломана дупельгангер всегда больно dark willow может быть сейчас больно с обойду вдвоем за ним бегут уводит у него же решать чем подкилется под себя бы дать не успевает там по таймингу продлили если сразу дано радико добра из плот получше может быть пожил бы еще да неприятно ну не рассчитал я думаю он просто хотел на хайграунд зайти то есть там был выиграл это время не получилось бы зато иметь составом кентавра и оборот все было по-другому не не вы не получилось так снизу у нас забрали кодочку тем временем анчантрас погибла не смог бара во время помочь прошел сюда антайн и развязываются потихонечку руки химикова начинает подфармливать оксид спрей через четыре секунды появятся и это же паучкам надо будет паучков контроле тут мазера важного хотя если мы с вами посмотрим по крипам ну более-менее равный 1 2 крипа разница это небольшая но тут паучки поэтому тут на общую ценность надо смотреть по алхимику они по крипам жучки дают мало но дают единицу в крипстата мало золота хотя под монетку не дают вот я же там и хотела сказать все таки да для какого-нибудь втором спирита может быть так и было бы но не для алхимика с монеткой прошлом фармит и почков даже даже здорово окно что у нас снизу снизу клинза опять посадили немножечко я смотрю что не представляется они там фармит просто санчан трасс ребят хорошо в виду алхимик то у тебя комфортно праздниться по экспириенсу небольшая причем алхимик даже и выигрывает за счет того что приходил он дайн помогать мазер что давить за т2 пошел хорошая ли это идея час оксид спрей сюда можно будет закинуть но он убежит просто звучками я же как говорил видишь он тут накидал и может спокойно бегать уже не будет стоя жуками постоянно вести спреи но это понятно как бы про это ничего не имел ввиду что плохо но для вас очень неприятность проявил просто вот подвушечку стат закинуть там где фармит бруда рация и убивать суши а тут вот тут есть перед брейкера есть разгон не видели сейчас буду мазер только появится на линии будет разгон скорее всего на нее брейки потому что хотят пикачу думаю понимал такой вариант развития событий предполагал поэтому поинал сал рингом фармить своих крипов как я как мы говорили никто никому не мешает на шестом я думаю хима захочет подойти клипочка фармить да единственное что бруда мазер конечно может всегда пойти по спамить крипов нейтралов догона уграблика у него проблемы нужно какой-то т.п. баратрум где же ты не чем активиться елки не погибает и курьера подрезали а курьер сил сил свет подрезали собой это как минимум что-то загулял пикачу отошел далеко от вышки в сторонке контроля ци неплохо отрируем еще столько что для сидели спортсу так уверены пять проблем и клубный брейс на семья панзы и вы и дели дави верно погибла но можно продолжить драку можно забрать дарк вилл разменяться если там а пья нет нет маны но уйдет киноза с проблем внизу можно подраться можно пробовать забрать и бандами либо кинза вот не спешит с разгонами сприт брейкер видимо ждут знаешь больше энчант раз хотят чтобы дикие дикие ультимейт появился импетуса чтобы накидывать так пытаются накликают на бруду подходит собит будут пытаться убивать жучков но на самом деле бруда проблемы такая серьезная уже стать ну почему-то разгон не делает появился и есть медалька в бруду назарила химика мог быть проблема химик ловит станок вилл но я 6 сейчас попроще вообще не шучками что делать что с ними сделаешь братрума бы отправить чтобы он просто забежала краски за этим за этим пауком за самым братрум краски разгон делает на онда инга будет пытаться его забирать без импетусов просто с руки настреливают онда ингу детей отхиливается онда инг пытался дать удар только что панч антрас на замедление онда инга забрали хорошо над саппорт у вас есть бруда которую хотелось бы забрать вторая вышка почти сгрызла ну нормально сейчас будет к лексу не так уверенно стоять будет стараться подальше но в принципе через три секунды наверно прилетит на теле распавниться онда инга прилетит на телепорте вот у нас что посмотрим андайте может вообще на другую линию прилететь там клинза ну про их появился и сестры их куда у нее у страйк и через 4 секунды будет уже страйк то есть можно попробовать оставить клинза одного чтобы он 6 быстрее получил и уже от этого отыгрывать но опасно тут есть чарж просветка у джейфа станет все равно и там волк вот за он даже не качал мы сейчас зачастую не качают тем более стоит на легкой линии зачем вы тратите упоинт докачиваясь уже потом вот такая раскачу как раскачка по так небольшая пауза команда готова стартовать 2000 преимущества что по артефактам орба вином есть уже понятно что собой без ничего так у пикачу пикачу 1200 сразу ради первым артефактом фармит так утряда особо ничего нет но сейчас на торт включил да если под этим артефактом и хочу топ над ворс вслед за ним не фрит она антоновой цели и потом только бурда и там уже кишек надо бы это борду разочек да ну что она мешает как обычно пока можно напомнить нашим ребятам до того что не забывайте подписываться на социальные сети вконтакте twitch instagram facebook все для вас все первые новости являются в нашей оригинальной группе но естественно какие-то интервью хи какие-то интересные новости стримы трансляции игр основной команды fcdb sports как у кс так по dota 2 так и по фифе тоже появляется трансляции я замечал и да сегодня как раз ребята играют финал на уже скинку турнир да не финал сегодня фтг лига это топ-32 но весь год идет раз две недели соревнования там маль турниры и по итогам вот 32 лучших игрока собираются разыгрывать призовый фонд и все наши четыре фифера там участвует он к сожалению трансляции не увидим а какие ну там такое больше такой свой турнир на энтузиазме там же лам я так понимаю да 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 если кто хочет посмотреть это в ямайке баре проходит прямо сейчас минске если что там просто но наш нет не только ребят минск смотрит минске бар для майка да не в ямайке в низком баре яма а яма ямайка ямайка имею двуниные майки а в минском не знаю ты мне обрываешься я вообще не понял просто опустим этот момент хотите посмотреть заходите в официальную группу турнира и просто смотрите потом где они вообще находятся вам все подскажет так бурдмазер перри подключалась все игра стартует вернее продолжается что у нас смотрит и спирит брейкер почему он не хочет нажать один клик избегать за это бурдмазер газочек не знаю ладно с иллюзиями бегает баратрум можно одну иллюзию оставить развести на на фейк попробовать что-то сделать там красаве верно рядом стакает активно для плэлла для алхимика для кого-то точно стакает набор да вот опять же начинает вышку грызть от проблемы у химикового просто халпа нужно в виде одного лица которая просто прибежит немножечко застанет эту но ты я щас не убьешь спирит брейкер ничего не сделает но застанешь ему под виверной мне кажется можно попробовать если 17 процентов за прокает но сложно сложно забрать под сеткой она сразу мобиль им очень мобильная не хватает бирта и стана если вы вел химик мог продолжить своим станом то возможно спокойно подождать ультим это ждать 6 ожидать когда будет стану у алхимика и можно пробовать забирать пока очень можно просто если они убить очень много ресурсов потратить стянусь двух саппортов не забрать бруду потом и возвращаться может и клинг стадо играться успел язнуть стрей и дак него следует т.п. энчантрас будет пытаться уходить хил еще висит энчантрас заберут возможно возможно нет потому что если баратрум вырывается по двоим очень хорошо энчантрас отсюда уходят баратрум тоже в принципе должен уходить если что у него еще досту есть может поражать заметить его визави и хочу подбирает double damage тем временем и сейчас будет ультимой под сейвил своего хардленера да видишь бруда занимается грязь очень удобный кучу крипов вокруг для скрипы которые по линии обгоняют уже фантом лазера панетворсу правда не сильно но он появился таки ему нужно время как его на то и поел что ему тоже нужны фарм нужны диффузо атака там ультимейт от кентавра стампит поражали попытка забрать джифо можно теперь делать разбег если ты отсюда уйдешь то а я ее и почему почему в дарквилл просто в крипа наверху можно было попытаться сделать дальше попытка забрать энчантрас вешается вязать на свои хиллу стан час будет там пробитие тяжело там еще фласка есть еще один стану как это было даже забавно да не заберешь никак чеширо но четвером сюда стянулись разменяли кэрина на кого там суппорта дарат рома да и вышка терялись и ты только что эти диски вот такая стаки брат ром решил все пора пора лететь на эту бруду но уже поздно в химику же ушел вот смысл сейчас это делать не в прихид там за т2 просто разбирается с пинзом о это вообще больно то есть кликс только что умер потратил т.п. прилетела сразу умер до для нас-то хорошие новости основной кэри сидит в таверне ой 2 300 нет ворс когда химика уже там на 4000 больше но его было на 3 проблема в том что бруда все это время грызет то есть опять же на нее забивают так не стоит делать возможно анданга сейчас заберут будет ли продолжение от маны хватает донбенко туда не уйдет анданга нужно забирать до конца пытаются бороться там тем временем виверна отжимает руна у феечки но и сколько там рун пока по одной разобрали снизу непонятно что вообще снизу джифа забирает и дверу ну все все хорошо все три руны получаются под контролем садебе sports плюс враг на анданге плюс еще фраг на кентавре где-то мы пропустили но уж и одну забрала внутри к одному говорю а 3 к одному извини мне казалось все четыре ты сказал я сказал все три руны которые могли забрать забрали успешно фея там забрала одну потому что воевал особо снизу игру ну и фея сейчас забрать собой да на линдер скерсе точнее на артик берни улетает верно подходит по ее зают опять стан пик попытка забрать по и лапу за его и дела с отстану вернуться не получилось алхимика тем временем забрали и не вид может погибнуть не пету нужна помощь летит баратрум врывается в дарк виллу прилетели диффуза к лансер он дает их на кентавра неплохо сыграна братрум бы самому сейчас отсюда уйти вы верно уже погибло братрум до конца пытается играть на нет просто выигрывает максимум времени он отсюда точно никак не уйдет самое главное ушел кэри хорошо так плохая драка на вернее не драках но подрались поп на самом деле и хоть одной всего лишь до 2 суппорта алхимик неприятно что потеряли вот сейчас вообще проблема в том что ты 2 упала и появилась у брудмазер теперь диффуза ну как как против этого ну да просто когда в толпой соберется бруда а потом ты делаешь то бруда может просто не тип на толпу и пока вы будете пойти сатам он снесет брать ну вот уже скоро радик я река радику я река попытка подцепить мазер на опять же она просто уходит на хайграунда частного дофар хотят алхимика видимо забирать есть купа есть баратром здесь есть у бед алхимика тут охраняют сейчас вот ему до радика осталось здесь монет один крип должны забирать dark willow там опять уйти мать кентавра сюда же вы уже уже здесь ультимейт есть это алхимика он скоро закончится он ему вынужден отсюда уходить потеряют те лаборатор он потеряет ее верну добыл кило для бруды это плохо вообще не есть хорошо потому что это ладно хорошо там сплетела снизу чешир ты один забрал это два почти забрал то есть но опять же только что потеряли двух саппортов и хорошо что алхимик выжил на самое главное то есть закупил радик не стал лезть с закончившись на ультимейтом кликс видит смотри-ка было опасно но листу лизу помогать продам и пруда подходит сейчас нужно аккуратно сыграть зиме опять курьер силу света убиты только что phantom lancer забрал этого курьера своими людьми вот что он сделал он просто непонятно как это можно было дать когда все видели фантом лассе ну вот первый выход но тоже не понимаю иллюзию отлично отводит начинает давить эту бруду бруда без маны не может не сеткуять ничего не предпоедима сейчас не исправится будет здорово и пытается бруда к шайну под полости ползет к шайну не хватает дэмэджи артик берд начинает наваливать там еще верно нужно это бруду забирать бруда погибает отлично сняли стрик серии четырех убийства достается с собой вот это не есть хорошо конечно но самое главное что забрали можно потом эти там еще не но это хорошо но могло быть еще лучше тем временем кстати пикачу там забрал всех паучков при помощи радианса кучу голды просто нафармил же 10000 у него на 14 минуте неплохой результат это 5 баратрум бежит не спасает никак и торн здесь точнее стампит и анда инга заберут даже не дали поставить тамбу хотела на хг поставить уже руки поднимал нас летел во время стан но это были бы лишние там сколько то монет потому что никого рядом из своих не было забрали бы быстро довольно алхимик под ультой забрал бы тамбу моментально можно туда захотел заряжает колбу ворвались это проходит на 5 это наверно только вылезнул вот уже все 5 на 5 невозможно бродит алхимикс радианса паучки дохнут уже детально интересно пл взял себе ввг то есть это сразу в обе сам не ну не сразу просто такой сырого но просто обычно раньше как собрали диффузом он поставил ну и поехала все до конца то есть я думаю сразу описал вряд ли скорее всего будет манта следующим артефакт ну тут уже все пошло то есть пять на пять вот набрали вес набрали радик и ну бруда полностью теряет свою актуальность зачем химик просто идет видимо он будет сплитном заниматься поэтому вот выбрал такой фантом лансе он дальше на бой вообще хочет выходить на шарлинг поймали кинза не успеет уйти тычку дать успел джифа а чем а это это урна получается на херну хороший террорайс был почти он выжил уже казалось что выжил там было бы горел а химик на этот просто ли сми до уходить не хочет не дает вообще никак бруде вы сигарет мнение нет его нет пушить не пойдешь но полностью контроль от смотри рада вот фантом топ и три герои стоят на миде все готовы любого перетянуться про труб как же ворвался хорошо по моему из постелили винтер скерс отличные бруды нет пойти все она даже не успела пол нет успел ультимейт пожать ничего сделать не получилось там бедлам всех месяц алхимик решил но пара тамбул разбить до разбивают тамбу далее за кентавром погоня бегает спирит брейкера забрали еще и виллу байбэк от бруды погибли здесь еще and dying погиб уже и кентавр ну и бруда это дайбэк это дайбэк гг это кг поздравляем всех с победой и ждем следующей игры скорее всего это будет я щас гляну быстро по сетке по именам должна туда выходить команда а нет ни в руках и команда фаника проиграла это будет команда team invincible